Мы приехали сюда, чтобы познакомить вас с растительным и животным миром данного региона. Мы вам расскажем и покажем. Здравствуйте, я Владимир Габаев. У нас сегодня немножко необычная передача. Она не похожа на наши предыдущие. Мы поговорим о других вещах. Вот мы тут находимся сейчас в Снаурском районе. Как у всех старинных культовых сооружений, здесь сохранились старые деревья. Их очень много. В основном это дубы. Они больших, огромных размеров. И вокруг нас очень много мусора, чего бы не хотелось видеть. В преддверии Пасхи, конечно, было бы хорошо, если бы народ почистил бы за собой все, что он успел тут, так сказать, накидать этот мусор, который они оставляют после своих посиделок, после того, как они приходят поминать своих близких. И вообще после радостных событий тоже оставляют после себя очень много мусора. Ну, пока вот вы посмотрите вокруг, тут очень много старинных деревьев и много чего интересного для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Жители, которые приходят сюда на религиозные праздники, приходят в Пасху, и в дожди, и в снеге, И какая бы ни была погода, они могли прийти тут посидеть, поставить свечи, помолиться Всевышнему, упомянуть ушедших. Вот с этой поляны открывается прекрасный вид, видна панорама. На той стороне, где посиделся скот, когда-то была деревня. Деревня была большая, от нее сейчас ничего не осталось. Называлась деревня Хидокав, и жили там Келехсаевы. Вот этот жвар, святилище, куда мы сейчас с вами подошли, туда приходят жители вот этого села. Ну мы вот посмотрели, что тут бывает, когда они сюда приходят. А теперь посмотрим, что остается после них. Все, что остается неупотребленным, какая-то посуда, какие-то бутылки, бумаги и так далее, все это уходит вот в этот овраг. Никто за этим не следит. И вот в таком финском виде все это оставляется около жуара. Пора привыкнуть убирать за собой после того, как они где-то посидели. Неважно, было ли это какой-то религиозный праздник или были простые посиделки, в любом случае, не забудьте брать с собой пакеты, забирайте свой мусор и бросайте его. В городе очень много мусорных контейнеров, выбрасывайте в эти мусорные контейнеры. Берегите природу. Редактор субтитров А.Семкин Раз мы затронули проблему мусора, то мы решили попутно заехать еще тут по дороге недалеко от села Цунар. Ведет дорога в село Ход. И тут протекает небольшая речка Ходеду. То, что тут творится, я сейчас не буду многословен. Посмотрите, что творится за моей спиной и то, что творится вот по берегам этой реки. Посмотрите и делайте выводы сами. Это все вот практически на носу у города, совсем близко, совсем рядом. Мы продолжаем наш воеж. Мы все еще на берегу реки Ходедун, как говорят. И вот, обратите внимание, тот же мусор в еще большем количестве. Брошенные покрышки, которые тоже не поддаются гниению и будут тут стоять сотни лет, если их вовремя, конечно, не убрать и не избавиться от них. Очень много строительного мусора. Очень часто строительный мусор, который остается на стройках после города, его, чтобы, видимо, водители далеко не везти, не расходовать топливо, они быстренько подъезжают к близлежащим таким местам, поднимают, так сказать, свой самосвал и высыпают весь этот мусор вот в таких вот местах. Таких свалок очень много вокруг города. Мы вам покажем еще и другие места. Вот посмотрите, полюбуйтесь, во что превратили. Очень красивую когда-то полянку, зеленую, красивую, где можно было прийти, посидеть, отдохнуть, привезти своих детей. Речка тут маленькая, мне страшно в ней утонуть, теплая. Всегда можно было подъехать и посидеть здесь прямо чуть ли не таким семейным кругом. Сейчас сюда уже не подъехать, все загажено, испорчено. И ничего, кроме мусора и всяких разных гадостей тут уже нет. Может быть, это городские жители. Мне сложно сказать, конечно. Надо это тут поставить, наверное, какие-то камеры видеонаблюдения, чтобы можно было отследить, кто занимается такими вещами. Так сейчас, конечно, может их ночью привозят, может рано утром. Никто не знает, мы тут спрашивали людей, никто не знает, когда, в какое время все это было привезено и выкинуто здесь, выброшено. Внимательно посмотрите. Может быть, кто-то узнал свой диван. Хозяин дивана, посмотрите на него. Возможно, вы видите его в последний раз. И пусть будет на вашей совести. Да, это все на вашей совести. В прошлом году вдоль этой реки и по ее берегам проходила авторалли летом. И организаторы вот такими вот лентами ограничивали места проезда автомобилей, участников заезда. Ну, как видите, эти ленты, они из какого-то материала, который не поддается разложению, они не гниют. И вот так вот сейчас по всему руслу, по всем берегам этой реки, пичушки, точнее, везде болтаются изгнившие остатки вот этой ленты. Вот вы посмотрите, кругом только эта лента и видна. Ну, я понимаю, хорошее было мероприятие, конечно, сделано. Ну, надо было, наверное, как-то отследить дальше то, что происходит. Ну, мы... Сейчас находимся на Назарской дороге. Здесь тоже очень много мусора. Мусор разный, разнотипный. Есть и бытовые отходы, есть и пищевые отходы. Ну, вот пищевым отходам подходит собачка. Вы ее увидите на кадрах. Она подбирает пищевые отходы. Сложно мне сказать, кто это делает. То ли проезжающие тут автомобилисты, то ли жители каких-то сел, то ли, ну, наверняка они, какие-то иностранцы, которые могут сюда попасть. И вот так вот замусоривается вся территория республики. Надо принимать какие-то меры, и чем раньше, тем лучше. В вербное воскресенье продавали очень много веточек вербы, или козьей ивы, как правильно она называется. И продавали также и веточки самшита. Вот он, самшит. Это вечно зеленое растение, краснокнижное. Его у нас в республике очень мало. Она растет в очень малых количествах, в некоторых уголках на западе нашей республики. Очень много, большое количество их было продано. А то, что не продали, вот вы посмотрите, оно было подвезено сюда и сброшено вот в этот глубокий овраг. Вот целая коробка этих непроданных веточек, сгубленных деревьев краснокнижных, выброшены вот так вот на свалку в районе, недалеко от села Твет, Назарской дороги. Вот так мы относимся к нашей родной, любимой природе. И так охраняем краснокнижные виды. Вот мы находимся сейчас на северной окраине села Верхний Твет. И вы посмотрите, навряд ли какие-то проезжающие по трассе автомобили и их владельцы сбросили здесь цемент с просроченными сроками. Это наверняка делают уже местные жители. То есть есть с кого спросить. Вот так вот бесконтрольно и бессистемно засоряется вокруг окрестности наших городовых сел. Вот полюбуйтесь, и таких мест у нас, видимо, невидимо. Мы находимся сейчас уже в городе. Вот мы подъехали к одному из родников, из которого наши местные жители часто набирают воду и забирают к себе домой. Это так называемый в народе черепичный родник. Ну, родник, конечно, вещь хорошая, но посмотрите то, что творится вокруг родника. Я знаю, что сюда неоднократно приезжали молодежные организации и какие-то другие организации, чистили, вот это все убирали, уносили тут мешками тоннами, наверное, весь этот мусор, всю эту грязь. Ну, проходило 4-5 дней, максимум недели, и все это 5 повторялось. Ну, посмотрите, полюбуйтесь, что после каждой чистки тут остается. Это вот то место, Святое Мбисун Дедеды, Свадуна. И вот около Свадуна что творится. Делайте выводы сами, я не буду вас тут читать вам нравоучения, просто посмотрите и подумайте, что вы оставляете после себя. Мы находимся в городе, и в данный момент я над нашим стольным градом, над городом Цкинвал. Очень красивая панорама, хорошо виден город, солнечная яркая погода, и тут же прямо над городом уже видна другая панорама. Вы можете посмотреть на нее, полюбоваться, как выглядит за нашим городом возвышенность, на которой находимся сейчас мы. Очень прекрасно сюда приезжают очень многие наши жители провести время, посидеть, повспоминать молодость, а может и не только молодость. И вот то, что остается после их, так сказать, посещения вот таких благодатных мест, которым когда-то это место на самом деле было. Тут за мной находится наш флаг, это стяг, и вот вокруг этого, что творится, смотрите сами и делайте выводы. Еще раз повторяю, нравоучение читать я вам не буду, просто смотрите и думайте. Конечно, может быть, был смысл здесь установить какую-то урну, установить тут какой-то ящик или что-то такое, где бы народ мог собирать свой мусор и туда сбрасывать. Но так как такового нету, то все разбросано, где попало. Очень много мусора, кругом много различных пакетов, бутылок, других неразлагающихся остатков и так далее, и так далее. Полюбуйтесь. Вот мы показали мизерную, может быть, миллионную часть того мусора, эту замусоренную часть города и его окрестностей, но на самом деле все это выглядит гораздо глобальнее, гораздо страшнее. И мне кажется, что пора уже людям одуматься и вести себя на природе нормально. Еще раз повторяю, берите с собой мусорные мешки, собирайте за свой мусор, тушите за собой разведенные костры, огонь, и только после этого вы можете покинуть место вашего пиршества или проведения, так сказать, времени. Спасибо вам всем за внимание, будьте здоровы, до свидания и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова